Всем привет! Меня зовут Маша. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодняшний влог я начинаю с завтрака. Не обращайте внимания на мой голос. Я заболела, сижу на больничном, поэтому у меня завтрак сегодня аж в 11 утра. И в общем, что у меня будет? Завтрак больного человека, так скажем. У меня будет творог с мюсли и немножко я насыпала туда орешков кедровых. Вот таких вот. И также сырок Александров со сгущённым молоком. Ну и чай. Ну и всем приятного просмотра этого влога. И пока я сегодня дома, решила показать вам, что я ем в течение дня. Тем более многие мне давно как-то писали, чтобы я показывала так называемый дневник питания или что-то такого. Ну вот решила в общем вставить, что сегодня я буду есть. Завтрак я вам уже показала. И на обед у меня сегодня будут варёные овощи. Ну просто замороженные овощи, я их отварила. Также курочка, она тушёная. И немножко помидорчиков черри. Вот такой у меня будет обед. И всем приятного аппетита, кто тоже сейчас кушает вдруг. И на перекус, так называемый полдник, у меня будет йогурт. Точнее это творожная активия вот такая. Здесь персик, злаки, льняные семена. Также сейчас открою хлебцы вот такие клюквенные, доктор Кёрнер. Пару штучек, наверное, съем. И также сейчас помою немножечко сухофруктов. Это чернослив и курага. Вот такой у меня будет перекус. Как раз сейчас пол пятого. Самое оно для перекуса. А на ужин у меня будет фруктовый салат. Здесь у меня яблоко, киви, пол банана и пол апельсина. Также я всё это залила йогуртом активия без добавок. Так что у меня будет такой вкусный фруктовый ужин. И на ночь я ещё выпью тёплого молока с мёдом, потому что я болею. Но это тоже можно считать едой. И я вам не показала. После полдника я ещё пила чай с сухариками. Ну, обычные ванильные сухарики. Ну, уж не стала это вам показывать. И также в обычные дни у меня бывает второй завтрак. Но так как я сегодня поздно встала, то у меня его не было. И, как правило, я во второй завтрак пью чай с какими-нибудь там вкусняшками, типа конфеток, зефира, в общем, чего мне захочется. Стараюсь это до обеда, до 12 где-то поесть, чтобы всё лишнее сожглось за день. И обычно я побольше ем, так как если я не болею, то на работе я и больше двигаюсь, и умственно работаю. Поэтому я ещё в обед беру суп, как правило. Ну, в столовой там я ем на работе. Поэтому сегодня, конечно, так как болею, мне ещё не очень хотелось есть. Поэтому у меня вот такой вот был день. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, что я ем. Не знаю, какую-то полезную информацию несло, но, тем не менее, вот так решила вам показать. Вот такие прекрасные лилии мои любимые. Это уже в преддверии 14 февраля, Дня всех влюблённых. Хотя мне муж в основном дарит цветы без повода. Просто вот ему иногда хочется сделать мне приятно, и он мне дарит цветы. Ну, и как правило, это в основном лилии, потому что я их очень люблю. И, кстати, давно когда-то меня девочки спрашивали, как часто мне муж дарит цветы, и как я к этому отношусь. Но могу сказать, что когда мы только начали жить вместе, он мне очень часто дарил цветы, практически каждую неделю. И сначала мне, конечно, это было приятно и как-то неожиданно, необычно. А потом, если честно, мне даже уже начинало это надоедать, потому что я считала, что это пустая трата денег, они просто вянут цветы, и это... Ну, никакого проку от них нет. И я уже даже стала ему говорить, Лёш, не покупай мне просто так цветы, но вот действительно, пустая трата денег. Но, как потом мне сказали мамы и моя сестра, и подружки, они сказали, ты что, если он так проявляет своё внимание, не препятствует ему это очень хорошо, просто он хочет тебя порадовать таким образом, и поэтому пусть дарит цветы. Не считай ты эти деньги, потому что это не сравнится с теми приятными эмоциями, которые ты испытываешь. И поэтому после этого я уже перестала, конечно, что-либо ему говорить. Если он мне дарит цветы, то я только этому радуюсь, и они, соответственно, стоят и радуют меня. Вот. Конечно, сейчас он мне уже не каждую неделю дарит цветы, но раз в месяц это точно. Поэтому, ну, как правило, это бывает без повода. Просто вот. Просто так. От чистого сердца. Расскажите, какие ваши любимые цветы, как вы вообще относитесь к ним. Просто многие не очень любят цветы и тоже считают, что это, ну, пустая трата денег, и что это совершенно не нужно. Вот. Напишите ваше отношение к этому. И это, кстати, вот такие лилии. Они не очень большие. Вот у меня иногда муж дарил, они прям такие громадные, и у них запах такой прям медовый. А у этих немножко другой запах. Ну, он, конечно, пахнет лилиями, но он не такой тягучий, не такой распространяющийся, потому что обычно у нас вся квартира, даже лестничная клетка пахла этим ароматом. Ну, вот, а этот вот только на... Ну, вот, по периметру нашей комнаты только распространяется. То есть не такой сильный. Ну, они как бы и помельче, видимо, такой вот сорт. Ну, и как всегда, я вот эти вот тычинки я отрываю, чтобы они не грязнили сами цветки, и когда опадают, не грязнили поверхность, потому что очень сложно потом это все отмыть. В общем, вот так. Так, девочки, у нас завтра день Светлого Валентина. Ну, влог я, наверное, выложу попозже, конечно. И я приготовила вот такой тортик. Сейчас уже 10 часов вечера, я его только закончила готовить. Вот такой он у меня получился, достаточно большой. И украсила его вот такими сердечками из какао. Потом уже подумала, что надо было, наверное, лучше тертый шоколад. Но ничего страшного, я думаю, тоже неплохо получится. В общем, вот такой вот тортик. Завтра будем пробовать. Я надеюсь, что всем понравится. Вот такой у меня тортик получился в разрезе. В принципе, он очень простой. Здесь творожный крем. И посередине еще я положила между слоями чернослив. И вот эти вот сердечки выложила. С помощью какао. Но и он без выпечки. То есть это в качестве бисквита, так скажем, у меня печеньки. И я еще сама не пробовала, но попробовал муж. Тебе понравилось, Лешенька? Да, очень вкусный тортик. Так что тортик получился вкусный. Может быть, как-нибудь вам покажу рецепт. Но он очень простой крем. Это творог со сметаной и с сахаром. Также туда масло добавила. Все, в общем-то, на глаз. И любые печеньки. И все это прослаиваете кремом и чернослив. Ну и можно все, что угодно добавлять. Вот такой тортик. Сейчас я буду делать маникюр. И решила в очередной раз вам показать этот процесс. Для начала я, конечно же, сделала обрезной маникюр, как обычно. И нанесла наверх вот такую базу от L'Etoile. Она идет база для ногтей, укрепляющая и восстанавливающая. И я буду использовать два вот таких лака. Один от Golden Rose под номером 05. Такой очень красивый бежевый нюдовый оттенок. Я буду делать градиентный маникюр вместе вот с таким Жан-Мишель. Он идет без номера, но такой просто малиновый оттенок. И в качестве акцентов я буду использовать слайдер-дизайн. Здесь вот так вот правильнее смотреть. Здесь всякие такие сердечки, розочки. Маникюр у меня будет приурочен к Дню Святого Валентина. Конечно, когда выйдет этот влог, этот праздник уже пройдет. Но тем не менее. Просто меня просили показать маникюр, как я делаю со слайдер-дизайнами. Поэтому вот решила для вас поснимать. Ну и для начала я нанесу на все ногти вот этот вот нюдовый лак от Golden Rose в качестве подложки. И так я накрасила ногти. И потом уже вспомнила, что буду делать акцент вот на эти два пальчика. На безымянный и средний. И что для этих слайдеров, в принципе, не нужна никакая подложка. Но ничего, будет и такой, и такой. И так же на ногти, где у меня будет градиент, я вокруг ногтей нанесла вот эту вот защиту для кутикулы от Dance Legend. И сейчас буду делать градиент, как обычно, при помощи обычной губочки. И использовать вот эти два лака, которые я вам уже показывала. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и сейчас вам покажу, как это все будет происходить Музыка 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 Вот такой у меня в итоге получился маникюр Не стала вам показывать весь процесс нанесения слайдер дизайна Самое главное это его разгладить, чтобы не было никаких складочек Ну и собственно это довольно длительно у меня происходит Очень сложно это все снимать Поэтому я решила это оставить за кадром Но тут главное, да, его разгладить И потом я нанесла топовое покрытие от Изи Флоу И вот окей, вот такой маникюр у меня получился Может быть он не совсем у кого-то будет ассоциироваться с Днем Светового Валентина Но просто обычно это какой-то розовый или красный маникюр с сердечками Я в принципе и в том году такой делала Поэтому решила сделать такой более сдержанный Хотя здесь тоже на слайдер дизайнах и сердечки, и розочки, и всякие конфетки Вот, поэтому он у меня больше в таких бежево-розовых тонах Поэтому вот такой получился маникюр Я считаю нежный, довольно романтичный И я надеюсь вам было интересно Большое спасибо за просмотр И всем пока-пока